Здравствуйте дорогие друзья! Вы знаете, если чему-то и учит нас недельная глава и все перечисления после того, как какие-то совсем плохие вещи объясняет нам Тора могут быть, если человек не слушает то потом все-таки мы выходим на то что нет в мире никакого отчаяния, нет никакого безнадежных ситуаций всегда все можно исправить, всегда ко всему надо подходить правильно, потому что миром управляют все-таки, кроме нас самих, что было бы печально еще и наш сильный, любящий отец наверху. Никто не знает никакой печали в мире, потому что высший свет истины тоже никто не знает может быть все, что нам кажется хорошим окажется плохим, плохое, хорошее и так далее и вот обратите внимание, мы недавно учили такой закон возвращения находок, что ты должен вернуть если кого-то там потребует, там добра то и ты должен, нашел находку и если человек нашел одежду у которой есть какие-то признаки и, например, там нашивка или что-то там и надо вернуть тому, кто свои права заявит и любую вещь, где есть признаки отличия, надо вернуть отсюда мы учим, что есть такие законы отчаяния по поводу находки как в отношении вещей, у которой нет особых признаков, так и в отношении вещи, которая потерялась в городе написано, если в городе большинство не евреи человек надеется получить обратное и он не отчаивается а если нет никаких признаков то, конечно, человек может взять особенно в нееврейском городе и так далее поэтому рассказываю короткую историю был человек, прошедший Сибирь, войну там все это ужасы у него было нацистский потерял в нацистских лагерях семью он сломался, он не мог дальше жить потерял вкус жизни и вот друг говорит ему пойдем к Хазунышу он отказывался что ты думаешь, чем утешит меня твой Хазуныш? ну, как-то пришло пришли они к Хазунышу тот предложил ему сесть и Хазуныш ему говорит слушай, ты же уже учился когда-то в Вишиве я тебе хочу рассказать один случай который разбирали на суде у главы поколения рабы спектром жил был один аврех который трудился на торе а жена работала в семье коммерсант был опытный лавка продавала, покупала однажды она взяла деньги поехала на ярмарку и пропал кошелек женщина чуть в обмарок не упала в кошельке все состояние пришла к рабу тут один нищий приходит и говорит, я нашел кошелек женщина рассказала какие отличительные признаки кошелька это, сказал Рау все правильно я учился в Хедере знаю закон если человек нашел что-то в городе где большинство жителей не евреи то находка принадлежит ему потому что хозяина вы уже отчаялись и знали, что им не вернут у меня есть взрослая дочь которую надо выдавать замуж дети не нужны когда я нашел их я обрадовался вот мне дали такую находку а теперь вот вы приходите и говорите да, я принес я заявляю вам если по закону деньги принадлежат мне я их не отдам вот и все Рафф сильно растерялся с одной стороны все признают, что деньги женщины и капитал во-вторых еврей прав большинство жителей города не еврей находка может принадлежать ему Хазон Иш улыбнулся и говорит ну что ты думаешь Абрех думает не знаю не повезло бедной женщине Хазон Иш говорит да, так все считали но он послал этот вопрос главному Раффину у Каунаса циралку спектру и тут ответил по закону нашедший обязан вернуть деньги женщине Абрех встрепенулся говорит если вести себя правильно там наверное нужно но ведь сказано в Галахе не так немножко Галахан А Казон Иш говорит да, ты не прав вот смотри закон, что вещь найденная в городе где большинство не евреи и что она принадлежит нашедшему основывается на том что владелец отчаивается потеряв ее думает, что у неевреев нет такого закона они найдет и возьмет себе но здесь то женщины принадлежали эти деньги а то, что принадлежит женщине принадлежит ее мужу а ведь муж не знал что деньги потеряны и соответственно он не мог отчаяться а даже если знал и отчаялся то потенциальное отчаяние не считается отчаянием поэтому с точки зрения именно этого закона следует вернуть женщине деньги ну Абреха заблестели глаза он говорит слушай гениально просто потрясающе Хазоныч наклонился к нему и говорит это касается тебя лично кто дал право тебе отчаиваться даже если острый меч лежит на шее нельзя впадать отчаяния ты что хозяин ситуации ты что сам попал в нее или ты хозяин самого себя мы посланники Всевышнего он выдал нам фронт для работы и мы обязаны делать то что возложено и молиться чтобы преуспеть а кто разрешил отчаиваться вот такой замечательный урок для всех нас браховать влах